Так получилось, что я был членом каких-то государственных комиссий по приемке Эльбрусов. Еще раз повторюсь, что Эльбруса мы очень любили и не любили ЕСВМ, поскольку она такая не оригинальная машина. Ну не скажу, что ворованный, но официальное название клон. И мы все время размышляли, кажется так, но выйдет случай, когда ЕС-1060, а на некоторых испытаниях Леонид Райков из НИЦЕФТа просто приносил кладу карт, какой-то счет матричный и говорит, вот я его отрасли на фортроне АФ для ЕСВМ, а вы отрасли чем можете на автокоде Эльбруса. И давайте сравним результат. Эльбрус паспортной данной в два раза был быстрее, 12 миллионов против 6 миллионов 1060, а программа на ЕСВМ работала быстрее. Это было такое неприятное для меня ощущение, ну как же так, такая хорошая машина, такая оригинальная, а тут проклятые американцы быстрее нас работают. Я приехал домой с этих испытаний, собрал своих ребят, говорю, ребята, так жить нельзя, но надо разбираться, в чем же дело. Ну, недолго думали, поразбирались, посмотрели команды, мы же в трансляторах хорошо понимаем. Все дело в том, что в Эльбрусе только 5 регистров, верхушку стэка, аппаратный регистр, все остальное память. А в ЕСВМ, как и в ЭБМ-360, 16 целых регистров, 4 плавающих регистра, и трансляторы, вот Форстронаш, например, умели хорошо распределять эти регистры. Поэтому вот умножение матриц, это вот такая штука, вот ее легче показать, строчка умножается на столбец. Так вот, никаких вырезок в ЕСВМ не было. Один регистр, это адрес следующего элемента по строчке, один регистр, это адрес элемента по столбцу, и один плавающий регистр, где накапливается сумма произведения элементов. И вот это все работает очень быстро, а в Эльбрусе это работало медленно. Ну, медленнее, тоже довольно быстро, но медленнее, чем в ЕСВМ. Так вот, и это, тот факт, что наши инженеры отказались, потому что машина с водяным охлаждением здоровая. А мы хотели сделать что-нибудь такое, HLL, High Lineage Computer, но без водяного охлаждения. Да, мы понимали, что мы не сможем тягаться по скорости с Эльбрусом, но нам это не надо. Мы хотели сделать что-то такое малоговорительное. И кроме, еще забыл сказать очень важный аргумент, почему мы начали этим заниматься. Мы уже вот к этому времени начали работать с военными организациями, по линии обковой партии нас просто заставили этим заниматься. И вначале я даже злобствовал, не хотел, боялся, что меня не пустят за границу и все такое прочее. Но все получилось хорошо, мы получили новый источник данных, даже и денег, и новый источник просто постановых задач. И вот мы уже сделали кучу трансляторов и кросс-трансляторов для разных секретных военных машин. УК-1010, СУФКС, СУФКСМ, я сейчас не помню. Нева была машина такая, самая дурная машина, сделанная в Киеве, но с названием Нева. Я очень от этого расстраивался. Зачем такую плохую машину назвали таким хорошим словом. Так вот, и во всех этих трансляторах мы страдали, буквально страдали, потому что машины обладали идиотской системой команд, совершенно странной архитектурой. Они выдерживали тряску, сушку, надежность у них была высокая. То есть инженеры делали так, чтобы она была каменной и не ломалась. Но они забывали, что эта машина, она не просто, чтобы она ехала по лесной дороге и работала, но чтобы еще для нее и программировать можно было. А вот этот аргумент они намертво забыли. И в издате мы решили, что спасение утопающих, хотя это дело рук самих утопающих, и решили, мы в математике решили, что мы сделаем свою машину, ориентированную на языки высокого уровня. И вот мы имели опыт Эльбруса, мы знали американские машины, Бороуз, Intel APX 432, и хорошо их изучили, знали их сиру и слабость. И вот мы начали делать свою машину. Начали в году 85-м. И начали как-то у нас, как в том анекдоте, что как не соберу детали из кроватного, ворону из кроватного завода, все пулемет получается. Так и у нас получалось жутко. Потом все-таки была придумана хорошая идея, мы авторские заведения на нее получили, что вот надо распределить задачи между компилятором и аппаратурой так, чтобы если компилятор что-то проверил, аппаратура не перепроверяет. И оказалось, это очень мощное решение. А, кстати, в этом случае и компилятор прощает аппаратуру, и аппаратуру прощает компилятор. Это классическая win-win ситуация. То есть выигрывают обе стороны. И, в общем, на этих идеях мы начали работать и придумали архитектуру. Сначала долго на собаках пробовали. Что это значит? Что у нас был написан потактовый интерпретатор системы аккаунта Люброса. И мы гоняли кучу-кучу тестов. Мерили, считали статическое исполнение команд. То есть мы довольно долго работали, не спаяв ни одного проводка. То есть я очень не хотел повторять ошибок других разработчиков, когда делается машина, а потом окажется, что для них возможно программировать. Такие в нашем городе такие машины были разработаны. Но я не хочу в курсе про них рассказывать. Пусть про них другие рассказывают. Но, во всяком случае, наверное, и другие люди знают, что бывают такие машины, что всем хороша, а программировать для них нельзя. Но вот я этого страстно не хотел. Поэтому мы сначала долго пробовали все на интерпретаторе. И вот, когда мы его все придумали, спроектировали, мы стали объезжать заводы Советского Союза. Москва, Казань, Вильнюс, Каунас. В Ленинграде заводов, которые выпускали бы электронные машины, в то время не было. И вот нас все отшивали. Спрашивали один вопрос. Что было прототипом? То есть с кого вы сперли? Мы говорим, ничего, мы сами придем. До свидания. Не верим. Откуда мы знаем, что эта машина хорошая? Может, вы какое-нибудь барахло сделали? Я был в отчаянии. Совершенно. Мы ломились в открытую дверь. Но невозможно было победить. Это было общее настроение. Кроме тех машин, которые я в Алексах называл, была еще ПС-2000 ворованная, СЛАК-4. Да, большинство машин вот именно клонировались. И поэтому, когда человек приходил со своей машиной, я знаю, сколько неприятности было у Эльбрусу, потому что он не ворованный. И вот, когда человек приходит со своей машиной, его все отшивают. Но мне, я же прошлый, известно, мне повезло и в этот раз. Я попал в составе делегации Смольного в город Побратим Пловдев, в Болгарии. А Побратимов тогда было дело Коммунистической партии, а не городских властей. Я еще раз повторю, я тогда работал инструктором баронного отдела. Я был наверняка единственным инструктором в Смольном, не только в баронном отделе. Я был беспартийным и работал инструктором. Наверняка второго такого не было. Но вот, тем не менее, меня включили в большую-большую делегацию в Пловдев. Я туда поехал, и там договорился с директором завода архтехника Бисер Димитров. Это только одна фамилия из того знаменитого певца. Хотя, в тот, как я говорю, вряд ли кто-то теперь знает такого певца Бисер Димитров. Вот, этот уже директор завода архтехника не имел никакого отношения к тому. У них это популярная машина. Короче, мы с ним договорились, что он будет выпускать нашу машину в Болгарии. И сто штук сделали. И все это было как подарок 70-летию советской власти. И приемка была 5 ноября 1987 года, то есть 70-летия советской власти. По наехал к Матмеху куча этих щеновозов, таких чаек, больших машин. Щены полевой Болгарии, России, то есть не Россия, СССР. К нам прибежал ректор Лисковский. Вы на меня без ножа режете, вы должны были предупредить. А мы там 3 дня, 3 ночи не спали, машина еще не работала. И мне пришлось его довольно грубой формы отшить. Он мне потом поминал это дело. Но говорит, я на вас не сражусь. На вас страшно было смотреть. Но мы, правда, были в ужасном состоянии. Но еще раз повторяю, что я страшный прушник и этим горжусь. За полчаса до приезда высоких гостей машина заработала. Я даже помню, какая была последняя ошибка. Но это уже не история, это уже байки. И машина заработала. Она сначала предназначалась для правительственной связи. У нас было много заказов от правительственной связи. То есть 6 главка КГБ. Потом из этого выросла ФАПСИ. Я даже стал главным конструктором, какие-то заказы ФАПСИ. И мы какие-то заказы для них на базе Самсона сделали. В частности, по их заказам мы переделали Самсон в троированный комплекс. Это 3 процессора, 3 блока памяти, схемы маворирования, схемы голосования. Если 2 процессора хотят записать единичку по какому-то разряду, а 3 хочет записать нолик, мы ему тоже раз по рукам. То есть что? Мимо отличается будет отказ. И в результате на советских микросхемах, а тогда была очень популярная шутка, что советские микросхемы это самые большие микросхемы в мире. Так вот на советских микросхемах, это все военная приемка, нам ничего импортного нельзя было использовать. Мы научились работать так, что у нас неделями перезагрузок машины не было. Неделями. Это правда. И работали за счет вот такой троированности. В результате про нас узнали люди из ракетных востребистративных назначений. Конкретно «Импульс» это такая организация, она еще живет и здравствует в нашем городе. Мы с ними договорились, и они выпустили по нашей архитектуре свою разработку. Самсон в 1992 году, этот Самсон был принят на вооружение при министре Грачеве в российскую армию. И сравнительно недавно я узнал, что он до сих пор выпускается, и даже в большом количестве рецепляров, хотя, конечно, он же старенький и все. Но, тем не менее, в машине Самсон, во-первых, мы получили три авторских свидетельства. Помните, я говорил, что на персон с теми я не сумел получить авторских свидетельств, потому что для нас это было изобретено. Вот на Самсоне я три авторских свидетельств получил. То есть мы действительно придумали такое, чего американцы не знали, по крайней мере, к этому времени. И когда я сейчас читаю курс архитектуры ЭВМ, у меня там 30 вопросов, 3 вопроса отмечены расширительными знаками. И студенты предупреждены, что любой вопрос, ну, не знаешь, но можно дополнительный вопрос получить, как-то уползти. Но если ты не знаешь один из трех вопросов, отмеченных расширительными знаками, я тебя сразу выгоняю, разговора никакого не будет. Потому что если советские ученые сумели что-то, не просто советские, а матмеховские ученые сумели что-то сделать, что даже американцы не смогли, то студенты-то, знаете, просто обязаны, это наша история. И не потому, что это я один из авторов этих свидетельств, но это было сделано в стенах матмеха. И уж будьте любезны, эти вещи знайте на звук. Вот. Значит, за счет чего Самсон получился компактный, 19-дюймовая конструкция, по тем временам 3 миллиона оператив в секунду, не так много, но и не так мало по тем временам. За счет того, что он был ориентирован на статические языки в высоком уровне, Алгол 68, Паскаль, Модулы 2, Ада. То есть в каждой точке программы транслятор знал виды обрабатывающих значений и поэтому мог очень четко подсказать аппаратуре, что делать, а что не делать. И я уже говорил, то, что проверил транслятор, аппаратура не перепроверяет. У меня есть страшная история, когда на ЕСВМ, 10.30 у нас на матмехе, мы не могли там месяц работать, потому что там машина не работала. У нас заказы, этапы, страшно все. И студенты тоже все злобствуют. А что я имею в виду? Машина не работает. А потом оказалось, что не работала схема контроля. Когда наша инженерка, как раз та самая инженерка, которая не захотела ставить или брос, выдернула схему контроля, машина не заработала. Это для меня тоже воспоминано всю жизнь. То есть для схемы контроля надо иметь схему контроля. А для схемы контроля и схемы контроля надо иметь схему контроля, схему контроля, схему контроля. И так до бесконечности. Так вот мы из этого замкнутого цикла вышли тем, что мы все проверки делаем во время трансляции, а во время аппаратуры их не проверяем. И когда мне говорят, ну а что если вы в транслятор ошиблись? Я тогда отвечаю, притащу осциллограф, буду чинить транслятор. Конечно же это шутка, транслятор чинить осциллографом. Но знаете, программное решение более стабильное, чем аппаратура. Аппаратура может сегодня работать, завтра не работать. А программное решение, если вчера работает, оно и завтра будет работать, и послезарь будет работать. Потому что то, что генерацию кода можно вырезать языком так, тем более там все довольно просто, за счет ориентации на языке высокого уровня аппаратуры, что ошибок возникать не будет. И вот многолетний опыт эксплуатации показывает, что это так. То есть транслятор проще за счет того, что есть специальные команды, как и в Эльбрусе, как и в Бароуз, как и в ВПХ-432, для циклов, для вырезок, для создания массивов, для переключения процессов, для вызова процедур есть. Поэтому транслятор писать проще, чем для ЕСВМ, где ничего этого нет. А аппаратура проще, потому что многие контроли берет на себя транслятор. И ортогональность обеспечивается такая, что... Вот смотрите, что такое ортогональность? Есть 13 типов действий, 4 типа адресации. Это значит, что у нас будет обязательно 52 команды. И хотя вот молодые мне говорят, вот Андрей, вот та и та команда практически никогда не используют. Давай их выкинем. Я говорю, зараза молчать? Вы что? А транслятор что будет писать? Зачем мне это надо? В ЕСВМ сложение, вычитание, умножение полуслов есть, а деление полуслов нет. А трансляторщик, чтобы так страдать, на место надо все писать. Сложение и вычитание занят один регистр, а умножение и деление два регистра. Но зачем мне такие головные боли? Поэтому, когда мы делали самсон, это была машина, сделана математиками, для математиков. И поэтому она получилась и компактной, и эффективной, и транслятором много раз проще, и машина вот такая штучка, всего в несколько, ну, в 4 раза медвенчатый, или просто второй, но вместо огромного зала вот такая вот игрушка. Я считаю, что машина получилась, и у нее есть продолжение, но это уже тема не истории ВМ, а современной. И сегодня эта идеология применяется в разных аспектах и в разных заказах.